Как показала акция, многие обрещания за безопасность дорожного движения ратуют только на словах. До дела, как правило, не доходит. А точнее, они, сами люди, не доходят до пешеходных переходов, которые, к слову, на улице Орловской, где и проходили контрольные мероприятия, находятся даже не то, что близко, а в зоне прямой видимости друг от друга. Но пешие участники дорожного движения их игнорируют и направляются прямиком на проезжую часть. Основное нарушение – это у нас переход проезжей части в неустановленном месте. Это совершение правонарушений в состоянии алкогольного опьянения. И в том числе неиспользование световозвращающих элементов в темное время суток. Самое страшное в этих дорожных авариях, что в 60% пешеходы гибнут под колесами транспортных средств. Причем в большинстве случаев из-за своей беспечности. Ни в коем случае я не хочу никого сегодня обвинять. Но буквально в первые минуты проведения нашего мероприятия вы обратили внимание, что пешеходы ходят как хотят и где хотят. О том, что такие нарушения здесь регулярно, свидетельствует не только большое количество нарушителей за относительно непродолжительный период проведения акции, но и специальные дорожки, которые протоптаны жителями близлежащих домов к проезжей части, буквально в нескольких метрах друг от друга. А между тем, такое упорство при нарушении правил поведения вблизи и на проезжей части может стать не только причиной аварий, но и солидных финансовых издержек. У нас за нарушение правил дорожного движения пешеходам грозит ответственность в виде от одной до трех базовых величин. Если нарушение происходит в состоянии опьянения, до пяти базовых величин. А если пешеход, например, создал аварийную обстановку, спровоцировал дорожно-транспортное происшествие, то ответственность увеличивается до восьми базовых величин. Но поверьте мне, никакая сумма не заменит человеческую жизнь. Нарушители, которые в момент проведения акции были привлечены к ответственности, свою вину в большинстве признавали. Однако находили и логичное с их точки зрения оправдание. Спешил, не мог пройти, увидел, как подъезжает нужный транспорт к остановке. Но многие из них даже не подумали о том, какой опасности подвергают себя из-за нескольких выигранных минут. Я всегда стараюсь, и мужа тоже ругаюсь, чтобы всегда ходил по переходу. А вот сегодня просто палец болит, очень честное слово. Думаю, ай, уже как-нибудь. Сюда-туда глянула, вроде никого. Конечно, нельзя, о чем там говорить. Столько аварий на дорогах везде, и нарушать нельзя, конечно. Больше не буду. Избитая фраза о том, что дорога – это зона повышенной опасности, со временем не теряет своей актуальности. Наоборот, транспортный поток только увеличивается и наращивает свою интенсивность. И думать о безопасности в такой ситуации, в первую очередь, конечно, важно владельцам железных коней. Однако и тем, кто считается пешим участником дорожного движения, не стоит забывать, что помимо прав у них есть еще и обязанности. И от их поведения на транспортных артериях города тоже зависят судьбы людей.